Халя, кузня. Кузню посмотрим как раз. Как там кузня? Как там, ребят, на Х5? Скоро вы будете это фармить, если что. Да-да, не удивляйтесь. Скоро вы будете это фармить. Формировать по-лютому. Когда он у вас выйдет. Пока его у вас нету, скоро выйдет. Как-нибудь с ЦЛК вместе. Что такое кузня Ямазалы? Напомни, пожалуйста. Кузня Ямазалы это инсты, которые открываются вместе с выходом ЦЛК. То есть у вас выйдет ЦЛК на Сиросе и выйдет сразу вот эти инсты. Так что, сейчас посмотрим, как они хотя бы работать должны. На обычном воттолке. С таких моментов. Я вот не понимаю, слишком ли это громко или нет. Значит, чуть-чуть потише все-таки сделаю. Чуть-чуть. Я смотрю, это прям перебор с громкостью. Как по алшемам. А я танчу. Сил по итогу. Потому что танкам намного быстрее находятся инсты, на самом деле. Тут шмотки падают какие-то. Вы будете здесь рукоятку, ребят, фармить? Да-да. Которая будет стоить 1040 голды. Не удивляйтесь. Она падает с героического режима, а не с обычки. Их 4 говорят, как ОБТ на обновы не завезли. На X1 много чего пофиксят. Ну, посмотрим, посмотрим. Мне лично сидеть на каком-то тестовом сервере как-то не особо сильно хочется. Уже намного проще зайти на готовый вариант посмотреть. Интереснее. Сохранить так называемую магию, что ли, в лёте. Чем сидеть вот это разбирать заранее. Заранее будешь играть, заранее быстрее надоест. Просто-напросто. Оно так и работает. Киркл, твой любимый. Вы рейд катаете ли паблик? Если рейд, то сколько ПТС? ПТС около 10 тысяч вираги. Но показывает, почему ты герои третьи. Непонятно почему. Не знаю. У меня забаганные звания. Так что, если у тебя тоже забаганные звания именно где-то на героях забагались, то можешь с нами попробовать лететь. Что значит у вас? А у вас? А у вас? Есть что-то или нету? Ты про что, Игорь, вообще? Немного не понял. Это попытка докопаться до слова какая-то или... Я действительно неправильно выразился. Понять бы, кто там с ДД танков, хилов, топ будут. Глянь. Тут моба контролит друид. Совсем заняться нечем. У вас на Сирусе. А у вас, а у нас? В смысле, а у нас? Ну смотри. За Сирус проголосовало 40% людей. 40% людей. Ты представь себе. То есть, получается, им адресовано. А разве нет? В таком случае. Это сообщение было бы уместно, если бы здесь людей вообще не было бы, кто Сируса сидит. Так оно все-таки здесь уместно само по себе, нет? Тут, кстати, пачка огромная. Вот этот Страж, которого человек за этот... Законтролил. Он, по-моему, спамит вихри... Вихри по всем мобам. Точнее, по всем игркам он вихри раскастовывает. Костяную щит на себя еще кидает. В общем, не самый приятный моб. Ну, есть более неприятное время от времени. Но тот, которого в контроль кинули скелета, он может и убить пати так-то. Есть баг такой вчера против Дэнди. На миду с ТЛ. Обоссал его. У меня топ-10 доти показывает почему-то Стража. Понял. Смотрю, у тебя тоже баги, как у меня. Ну, вот видно... Ну, ты винду, видимо, не прибивал. Вот я тоже винду не прибивал. Давно в доту играл. Вон, Габен какое-то обновление сделал. У меня забагали звание. Есть такая ситуация. Чтобы зря перса не качать. Понять, кто там с ДД танков... А-а-а. Так вот какой-то хитрый вагон. Кто там хорош, кто там плох. Да играй просто с кем хочешь, да и все. Или ты хочешь знаешь, как там... Как оно там говорилось. О, боешка, анролл, считаю. Бое, анролл, ничего не знаю. Бое, танку, хилу на группе луте, потому что танки. Все, ничего не знаю. Просто так и не понял, будешь ли ты в итоге слими с Сирусом еще или зависит от того, прийдет бан или нет. На Сирусе... Да поиграем еще, поиграем. По утрам так точно. А там, я думаю, вечером, может быть, тоже еще полетаем туда. Потому что до легиона как минимум 10 дней непонятно, чем там вообще заниматься еще. На этом легионе. Наконец-то. Гости пожаловали. А знаете, что на этом боссе первым надо делать? На ком будет сфера души, ему надо будет отбежать от босса. И вот эту сферу надо будет залить. Это одна единственная механика на боссе до 20% ТП. Которая будет появляться на нем. Ну и обычная АОЕ атака, которая прохиливается хилом. А механика будет, нет? Вот, человеку надо отойти на максимальный рейндж, на ком. Вот эту штуку надо залить, пока она не дойдет до босса. Вот она дошла, она захилила босса. Люди слишком поздно это начали делать. Поэтому она сосалась с него. Но на 25% фаза начинается. Босс репортируется в центр. Вот, вихрь появляется и выбегать нельзя. И по-моему эфир еще будет оставаться. Кого-либо. Кого-то остается афира, если не захилят, то все, гг. Мальчику. Тут дамаг прям приятный, на самом деле. Вылетает по 2000. Видите? И замедление сверху. Вон там. Человека вылетело, афир закинуло. Сумку здесь еще можно такую же, как Суэса вроде полутать. Или чуть меньше. Как сумку из ледяной ткани. Но она уникальная. Оп, чуть не упал. Страта в Киас. А на Сирусе он не пашет. На Сирусе он не работал как надо. Я не помню, кстати. По-моему, что самое забавное, он на Сирусе действительно работал как-то неправильно. Когда играл на их четвертом или на их втором, точно не помню уже. По-моему, он с приколом каким-то работал. Не так, как должен был. Ой, а Бобси кинул случайно. Хотел нажать другую кнопку. А, не в небес, господи. Вот, да господи. Не дай попасть по кнопке-то, ё-моё. Всё, нажал ауру. Живём. Сирус это уникальный сервер. Ну и шо ты? Ну есть такой мент, и шо? Что такое боешка? Боешка это предмет передаваемый. Короче, на аукционе можно его продать. Либо вен... Ну не вен, но это людям можно его продать. Передать, так сказать. Не только в инсте вашем. Между теми, кто в инсте были. Но и третьим лицам. Можно передать. А вот... Персональные предметы уже нельзя передавать. Там нету штуки, с которой отходить надо. Да? Ты имеешь в виду вихрь? Вот этот. На 25% он не появляется. Но он появляться должен. Так, это механика такая. Слимиссируется или ещё. Зависит от того, прилетит... А, это я ответил на этот вопрос. На последней строчке детейлса не хочешь бибу сосать. Вот ты вагон хитрый, а. Не сосать бибу, значит. Хитёр. Сируса просто выигрывает. Когда пойдёшь? Пока... Кузням и залы, может быть, не занесу. Это недолго, по идее. А может быть... Пока не знаю, в общем. Так, пожиратель душ. Поехали. Босс тоже интересный довольно. Кикать касты здесь надо. Вестилище душ вот этот кикать каст надо. Иначе задамажит 1010. Вот. А на этом луче нельзя дамажить. Иначе будете дамажить человека, на котором луч. Так, кстати... Обычно выбивают игроков каких-то. Вот. Кикать каст, кстати, надо. Кстати, каст, он кастует почему-то только в танка. Самое интересное. Когда я играл на Сирусе, кстати, он кастовал на рандоме, а не в танка какого-то. Я могу ему дать боб? На тебе щиток, на тебе руки. На тебе щиток ещё. Живи, брат. Мы ему боб дали. Молодцы. Он не кикается, что ли? Этот каст, я чуть не понял немного. Он же кикаться должен. Что-то мои союзники его не кикают. Хотя я могу с таном, кстати, поп... А, это уже всё, это не то. О, всё. Жаль, рукаетка, кстати, не выпала. Ну, и здесь можно пойти сразу в Next Inst. В кузне. Сразу в Next Inst. А тут квест надо взять было в самом начале. И брать второй квест, чтобы пойти дальше. Следующему заданию. Спасибо.